Захотелось мне как-то все это место немножечко поменять. Я поменял. Но сделал я это, естественно, в основном просто для защиты, потому что последняя волна, которую мы с вами отбивали, она показала, что вот эти все создания не взлетают внутрь. Собственно говоря, это крайне неудобно, потому что, ну, как бы туда нужно попасть. Там очень мало места. Ну и просто, знаете, мне что не понравилось? Секундочку, что такое здесь? Детеныш Литоволка! Детеныш Литоволка, детеныш Литоволка! Кошмар! Как я про тебя мог забыть? Ты что так быстро его родила? Ну-ка заклемить. Все, хорошо. Что-то ты его очень быстро родила, не находишь? Уделите внимание питомцу через 47 минут. Но, собственно говоря, расти он будет долго. Я даже не понял, как прилетели эти дурацкие полчаса. Получился он с рассветом как отец. Понятно, а по статистикам? Ну, по статистикам... Что-то... Ага, здоровье как у мамки получилось, да? Но все, совсем другое дело. Теперь хотя бы здесь есть нормальное такое пространство. Я сегодня хотел, конечно же, вырасти щенка, покататься немножечко стай. Но в первую очередь... У меня сейчас сколько трапезирующих стрел, помните? Мы в одном из выпусков видели здесь на горе 240-го Тек-Рекса. В первую очередь я хотел бы сгонять до него и его приручить. Потому что он просто как минимум прикольный, красивый. А во-вторых, Рекс это всегда Рекс. 240-го это вполне неплохо. Потом, конечно же, мы с вами попытаемся приручить... Не попытаемся приручить. Мы потом-то с вами приручим абсолютно точно топового 300-го Рекса. И я покажу, как на выжженных землях как раз находить топовых Рексов. То есть со стопроцентным шансом вы его найдете. У вас всегда будет максимальный Рекс. Но я думаю, что большинство этот заглюк знают. Я его уже показывал в одном из видео давным-давным-давно, где-то год назад. Но я думаю, что все равно есть те, кто его не видел. И тем, кому это может быть так или иначе полезно. Секундочку. Рекс стоял на какой-то скале. Просто я сейчас, честно говоря, уже даже не помню где. Где-то... Вон он стоит. Вон он стоит. Ты посмотри. Он даже не уходит оттуда. Не диспаунится. Не уходит. Какой замечательный Рекс, а. Так. Оглушение у него 23 777. Так вот. На самом деле, я тут так прикинул. Нам, если не ошибаюсь, даже на него ловушка абсолютно не нужна. Потому что у нас с вами есть винтовка. И есть волк. Волк довольно-таки быстрый. То есть Рекс его никак не догонит. Волк, опять же, у нас маневренный. То есть мы можем куда-нибудь дозапрыгнуть. Ну-ка, подожди. Что-то там завис, а. Мне интересно, он там застрял или нет. И почему я сейчас не попал по тебе. Попал. У него 22 000 оглушения. Две стрелы. Две стрелы должны нанести примерно где-то 400, да? 450. Где-то 100 дротиков в него нужно попасть, чтобы его оглушить. Я думаю, что нам, в принципе-то, с вами не нужно ничего больше. То есть... Тихо. Пошел вон отсюда. То есть нам ловушка не нужна. Ничего не нужно. А дальше тут есть такая фишка со всеми Рексами. Пока мы в него не положим мясо и не начнем приручать, из-за того, что это царь всех хищников здесь, и на него практически никто не нападает, если не ошибаюсь. Может быть, кроме Вивер. И... Ну да, кроме Вивер. Но на него вообще здесь никто не нападает. Он у нас с вами будет лежать на одном месте. А мы будем спокойно ждать, когда у него там упадет достаточное количество голод. То есть, я думаю, таким макаром мы с вами спокойно его приручим. Все, в общем, я на самом деле мог бы сидеть, болтать и настрелить в него вот эти вот там сколько-то 10 минут. Но я этого делать не буду. Давайте придем к тому моменту, когда он уже засыпает. Хорош, подожди, что у тебя вообще происходит? 7,920 здоровья. Но, в принципе, это не так плохо. Могло бы быть получше, конечно. Потому что это здоровье такого, знаете, Терекса 150 уровня мощного. Это что-то вообще ни о чем, честно говоря. Ладно. Но, как я говорил, мы вот этих вот с вами теков в основном приручаем для красоты. У нас будет отдельное, я не знаю, помещение с тек животными. Так что его сейчас приручим. А потом... Есть у меня вообще идейка. На самом деле его можно здесь очень быстро и легко качнуть, просто уйдя в пустыню. Здесь у нас с вами что происходит? А, еще 34 минуты. Но еще времени дофига. Времени очень много. Значит, пока что просто... Просто будем ждать. Где мой щенок? О! Трехсотая. Белая. Ну, не то чтобы белая, такая серенькая, но почти белая. Нормально. Я полетел за той 290-й, потому что, блин, я забыл положить мясо в щенка. Ну, как я мог забыть положить мясо в щенка? Это просто жесть какая-то. Ну, это... Ужас. Просто ужас. Эх, бедный щеночек. Ладно, сейчас пытаемся с вами сделать еще одного щенка. Я, кстати, остановил сервер и сделал промежуток между скрещенными поменьше. Но у той волчицы он так и останется 16 часов и, типа... Ну, 16 часов это прям очень много. Это несколько выпусков, но мы не сможем ее скрещивать. Поэтому я отправился как раз за... Что у нас там такое уходит? А, нет, это сумчатый лев. Так вот, отправился за той 290-й в надежде найти. И нахожу вот эту. Но, правда, она не такая хорошая по статистикам. Но, может быть, атака хорошая. Пока еще неизвестно. Так что полетели домой. Сейчас будем ее приручать, а потом скрещивать. Нам, на самом деле, сейчас здесь очень удобно. Знаете, что можно сделать? Я сам даже об этом не подумал, что я здесь так офигенски все сделал. Ты посмотри, как здесь круто, а? Ха-ха-ха. Слушайте, это мега круто. Это очень удобно теперь. Я и в будущем такие фишки буду использовать. Только вот когда она рядышком, мне очень будет удобно попадать. Да нет, нормально. Не, неудобно. Краешек будет мешаться, текстурки. Все. Усыпляем. Наконец-то. А тем временем у нас там с вами спокойно спидрекс. У него падает голод. И потом нам с вами останется в него только положить еду, и он нас сразу приручится. Ну что, 5 секунд, и мы проверим, удалось ли нам изменить радиус нормально. Как помните, у нас прошлая волна, она заспаунилась внутри нашей базы. Все равно еще где-то там бьет, да? Да, все равно еще бьет где-то там. Это неприятно. Игон Адон. Я бы не хотел, чтобы там кто-то из моих ребяток сражался. Ладно, подожди. Мы туда придем. Там, в принципе, Аргентавис, он постоит за себя. Ого. Раз Титанабо. Два Титанабо. Единорог. Кстати, да, мы там написали, попытайся приручить. Нет, этих приручить, ребят, нельзя. Паук. Прокоптадон. Действительно Капразух. Действительно Капразух. И это очень нехорошо. Где-то кто-то еще должен быть по-любому. Вон, похеренозавр. Я же вижу, что кто-то еще должен быть. Все. Забиваем с вами седьмую волну. До следующей волны остается 2 часа 7 минут. Замечательно. Нам хватит с вами времени на то, чтобы и щенка себе вырастить, и на то, чтобы приручить Терекса. Да и тем более Терекс там уже, ну, у него уже довольно-таки сильно просел голод. Он уже может съесть, если не ошибаюсь, почти 20 кусков баранины. А это почти полное приручение. Сейчас, секундочку. Баранина где у нас лежит? Нет, баранина во мне лежит. Вот в кармане просто. Все, хорошо, я понял. И теперь давайте посмотрим, приручится ли у нас с вами Теренозаврик. Так, секундочку. Да вот, держи. Сколько у тебя? А, у тебя всего... Ну да, на тысячу примерно просел голод. Нам этого с вами не хватит, потому что приручается он по 4%. Так что нам понадобится 2000. И, в принципе, все. Но оглушения ему хватит, чтобы дальше приручиться. Просто сколько это времени займет? Вот в чем вопрос. И по мясу тебе, опять же, столько не нужно. Но нам на самом деле уже просто некуда спешить, потому что волну мы отбили. Волк там лежит, приручается. Так что можно на самом деле просто посидеть рядышком и подождать, когда он приручится. Но волна уже была гораздо интереснее. Нужно еще чуть-чуть поменьше сделать радиус. Я все понял. 4900. Вы все такие вредные, все такие не голодные. Кошмар какой-то, а? По 7,8%. Давай. Давай приручайся. Мне тебя еще спаривать нужно. То есть здесь нас тоже ждет явно 90%. 85,9. Нет? Неужто ты приручишься? Им явно нравится процесс. Они даже ни шагу друг от дружки не сделали. 98,9. Идеальная пара. Так. А теперь... Ну, я тут немножечко понизил еще и на эйтер, и ты на беременность. То есть у нас получается теперь 25 минут. 25 минут. Было 35. Ну, совсем чуть-чуть. На капелюшечку. Ладно, полетели с тобой к Рексу. Там, я думаю, что осталось последний кусочек, а он приручится. И на нем покатаемся. И знаете, за что мне еще нравятся Выжженные земли? После карт Остров и Центр, это была самая-самая красивая карта. Действительно, с отличной графикой. Когда появились Выжженные земли, это прям рывок был в графической составляющей этой игры. Какой красивый, а? Ну, маленький. Ладно, хорошо, маленький. Ну, в принципе, Терексик у нас никто не трогал. 98,9. И последний кусочек. Я как вовремя приехал. Я как вовремя приехал. И прям последний кусочек. Ты посмотри, красота какая. Я как чувствовал, что ты вот-вот приручишься. Что у тебя сейчас получается? 12 тысяч. Ну, вообще неплохо. Держи седлышко. 545 урон в ближнем бою. Давайте-ка Аргентависа мы с вами сейчас оттащим на базу. И если не ошибаюсь, у меня сейчас как раз высота третьего этажа. Точно. Позволяет Терекса попасть прямо на нее. Именно это я и хотел добиться. Вот он он ты, блин. Зараза мелкая. Взял, убежал. Как он там просочился-то? Поведение, отключать блуждение. Давай за мной. Мухой за мной. Ты посмотри, взял, просочился через дверь. Я уже думал, что все. Опять. Второй раз подряд. Ну нет, ладно. В этот раз все окей. Ты идешь сюда? Эй. Давай. Молодца. Все. Вот так и стой. Все, отлично. И уделите внимание через 13 минут, а не через 40. То есть это тоже немножечко изменило, чтобы немножко полегче было. И по идее-то у тебя теперь все в порядке. И ты не должен, по идее, загнуться от голода. И, честно говоря, тот тоже не должен был загнуться от голода. Я вообще не понимаю, как такое произошло. А я тут начал потихонечку как раз расширять свой дом. И я вот вижу, что косякнул. Вот там. На. И у меня есть строительный рекс. Подожди. У меня для этого есть строительный рекс с огромными большими какахами. Отлично. Стой. Как видите, здесь фигня такая вышла, что я типа поставил это дело на колонну. А оно не должно быть на колонне. Оно должно быть не на колонне, в общем оно должно быть. Оно должно быть вот здесь вот. Ну-ка. О. Жешубинчик. Так. У нас первый раз это как раз сходить на прогулку. И это получилось очень быстро. Привязанность на 5%. Да уж. Понятно. Это тоже нужно будет менять. Это потому что мы не... Я у себя на серваке сам настраивал. У меня все было в этом плане замечательно. Ладно. Нужно будет это все переделать. Потому что таким образом это мы с вами будем здесь бегать каждые 13 минут и не отходить от этого песика. И это вообще не айс. Так. Так мы с вами ничего не запишем. Милый мой. Сколько у тебя до следующего? 11.24. Ладно. Сейчас быстренько ребут на сервак. И в принципе у меня уже получилось сделать целых 2 колонны. Нужно еще третью такую же сделать. Я тут нашел очень удивительно работающий хорошо способ. Как можно прятать эти дурацкие колонны внутри. Как много я могу сделать колонн. Почему так много? Дерево. С деревом никаких проблем. Дерево это прямо у нас вот где-то вот здесь рядом растет. Не гладенько, нет? Я тебя понял. Нифига не гладенько. Ну-ка подожди. Тихо. Сыгодь. Только что получалось же. Шо ты меня подводишь? Шо ты меня подводишь-то? Вот так вот как-то, да? Хорош. То, что пониже нужно было утопить. Я понял. Ну-ка давай. Теперь гладенько? Эх. Не убрать. Да кто ж там постоянно мои шипы-то грызет? Чего вам шипы-то не угодили? Понятно. До свидос. Сколько заняло все это времени? Мгм. 58 минут до волны. Зашибись. Поприручал динозавриков. Но зато гладенько. Вот теперь гладенько. Все, зашибись. Теперь я понял, как это делается. Ну, вроде как. Конечно же, нифига не понял. Все получилось случайно. Но вроде, вроде более-менее контролируемо случайно. Еще раз. Вставляем вот это дело. И... Опять не хватает. Ну, кстати, кактусы. Кактусы можно есть. Опять не хватает конкретно дерева. Ну-ка. Тихо. Не дергайся. Тык. И вот так. Неужто все работает? Неужто все получается с первого раза, а? Вроде ровненько. Сейчас мусор уйдет отсюда. Дальше я вот тут вот влеплю фундамент и продолжу в ту сторону. Я забыл посмотреть, ровненько или нет. Ну-ка еще раз, иди сюда. Там ровненько ты посмотри. Зашибись. Реально ровненько. Ну что, дружок. Чего у тебя там происходит по... Через 7 минут. Что-то мне стало немножечко скучно. Я решил построить парник. Но при этом волк нифига не растет. Нужно еще одного волка, походу, выводить. И мне интересно. На кой черт сдались вот эти вот окошечки? Если у нас абсолютно нету никаких стенок с них, с дыркой под эти окошки парниковые. Да нету, здесь нету. Здесь нету таких стенок. Нет, но единственное, куда их можно поставить, чтобы это было атмосферненько. Пожалуйста, давай запрыгивай вниз. Это вот сюда. Но типа, камон, они не смотрятся саманом. Ну вообще не смотрятся. Но зато хотя бы есть вариант, чтобы у нас жук больше не выглядывал, как это было. Эй, не то нажал. Ну-ка секундочку, у тебя кактусы есть? Я здесь жру только кактусы. Я даже мясо еще ни разу не пожарил. Я жру только кактусы. Нормально. Нормально. Я жру кактусы и пью из горба. Замечательная карта. Так, слушай. Ты как там вообще? Через еще 2 минуты, 22 секунды. В общем, ну, с учетом того, что я построил парник. Я думаю, вы догадываетесь, сколько на это время не ушло. 25%. Я думаю, настало время, чтобы у нас появилось еще потомство. Беременность. Вы что-то тут без меня устроили? Они, ты представляешь, они мне подарок подготовили без меня. То есть, я не хотел их спаривать. Они просто здесь стоят на блуждании. Вот и все. Ты же на блуждании? Поведение? Да, он на блуждании. А ты? Поведение? И она на блуждании. Все понятно. Все с вами ясно, хулиганы. Это как раз потому, что я понизил промежуток между спариванием. И, соответственно, у них там уже новый щеночек на подходе. А вот здесь вот, у этой самочки, там типа... У меня еще 14 часов до следующего спарения. Я несчастный. Ладно, пойдемте сюда. Сейчас посмотрим, насколько быстро этот щенок будет расти. Потому что тот щенок у нас... О, кстати, да. Что я хотел показать. Да-да, стой, ты. Стой, стой, стой. Ты посмотри, какая она огромная стала, да? Прям вот визуально все видно. Так вот, тот щенок так медленно растет. Потому что он родился в момент, когда у нас были довольно-таки низкие рейты. Ну, все относительно. Они довольно-таки высокие были. Х10. Но теперь они Х20. Теперь они Х20. Посмотрим, насколько быстро вот этот будет расти. Потому что типа как бы стоять на базе 2 часа... Кстати, надо будет за волной сходить. И ничего не делать. Каждые 10 минут подходить к нему и прожимать. Ну, типа, ну, камон. Выпуска не будет каждый день. Если такой будет происходить. Выпуск будет раз в два дня. Потому что я вернулся в Москву. И теперь у меня в два раза меньше, чтобы записывать видео. Я черт его знает, сколько их будет выходить вообще на канале. Так, секунду. 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 Выпрыгиваем. Клеймим. 400, что-то там, 36 уровень, да? 438. Да, еще один щенок, который медленно растет. Поведение не следовать. Ну, так как я пока что не выбрал для них имен. Просто, ну, вот из-за того, что я занимаюсь в итоге. Вместо того, чтобы залезть на YouTube и посмотреть, какие его имена отлагали. Имена дадим, наверное, в следующем выпуске. Но вообще по статистикам 4800 не так все плохо. Взросление 1%. Возможно, взросление все-таки чуть-чуть побыстрее, чем здесь. Потому что здесь прям как-то... Ох. Это хорошо, что обниматься и приласкать. Теперь по 10% привязанность прибавляется. Не по 5. Ну что ж, я решил немножечко изменить рейты на сервере. Сделал следующее финтушами. То есть сейчас у нас как раз уделить внимание питомцу. Главное, чтобы ты киблы не просил. Пожалуйста, там, приласкать, погулять, да? Без киблов. Без киблов. Без, без, без. Приласкать. Плюс 50%. Во. Вот именно это я и сделал. То есть еще раз, вот еще раз через там 15 минут, 14 минут с ним. Через 14 минут с ним. И можно уходить отсюда, оставить в них мясо. И пускай себе растут сколько хотят. А мы с вами можем нормально продолжать записывать видео. Потому что, типа, мы тут стоим и ничего не делаем. А уже 3 часа ночи. Такие дела. Ну и тут у нас как бы немножечко не срослось. Ужасные птицы. И здесь... А, здесь повзрослел. Молодец. Но здесь тоже был корм лестрозавра. Мне везет. Совсем чуть-чуть времени было потрачено. Зато у нас с вами 5 волков. И ни одного из них со 100% привязанностью. Зажибись. Но зато теперь мы с вами... Теперь вот следующих волков абсолютно точно у нас... Да. Ладно. В следующий раз. В следующем выпуске. В этом выпуске я уже достаточно сделал. Собственно говоря. Я тут чуть-чуть улучшил нашу теплицу. Прям самую капелюшечку. Единственное, не хватает водопровода. И нам придется его тащить. Тащить его. Придется... Камень у меня с собой есть? Камень. Еще. Зашибись. У меня камни завались. Так. Нам нужно сделать, естественно, как он там называется. Колодец. Если не ошибаюсь, он где-то... Можно вот так вот просто найти. Колодец. 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 С маленькой буквы. С большой буквы. Естественно, колодцы. Все пишут, что с большой буквы. Цементная паста. Кремень. Колодец у нас устанавливается вот сюда. Все. Начался самый увлекательный процесс на свете. А именно строительство водопровода. Я не знаю, нам вот это нужно или нет. Мне кажется, это на нафиг не выполняет. Мне кажется, сколько трубы нужны. Хм. С каких-то пор нельзя строить в колодце трубы. Раньше вроде можно было. Глупый я. Ведь у обелисков теперь строить ничего нельзя. Или просто на нашем сервере нельзя. Раньше можно было. Раньше мы селились около обелисков. Есть у меня подозрение, что что-то у нас не так с настройками сервера. Либо все-таки что-то там поменяло само по себе. Просто я знаю, что на ПВЕ серваках вроде строиться нельзя было. На ПВП выстроиться можно было. А может быть потом это изменили. Говорю, я не играл на выжженных землях уже на самом деле год. И здесь действительно могло что-то поменяться. И поменяться очень многое. А я просто это все дело пропустил. Ну, чего? Вот оттуда что ли придется тащить водопровод? Ух ты, это далеко. Ну и наконец-то мы с вами проводим сюда эту дурацкую трубу. Вода пошла. Вода прошла. Так у меня есть ощущение, что немножечко высоковато. Нет? Я что там прям так гениально завел, что... Я... Я бог водопроводчиков. С первого раза. Прямо по центру. На все попадает. И... Я даже, если постараться, могу попить. Шикарно. Я, конечно, хотел сегодня сгонять за тирексами. Вот этими топовыми все дела. Но, скорее всего, будем это с вами делать в следующем выпуске. Потому что что-то этот выпуск отнял очень много времени. Зато... Зато мы с вами сегодня обзавелись стаей волков. Я маленечко предлагаю пробежаться по окрестностям. И погрызть все, что у нас с вами здесь водится. Почему я такой... Я говорю, а топсик тоже решил волке записаться. Ну-ну. Ну что? Все со мной? Поехали. Поехали, найдем себе какого-нибудь страшного. И съедим его. Так, все на нейтралитет. Во. Я вижу соперников. Так, стоя со мной. Кстати, можно позволить ему просто меня ударить? Пускай. Ребята. Давай, давай, давай в атаку. Хорош выйти. Секунду. Червя смерти нигде нету. На горизонте. А то сейчас только слезешь. И он как раз выскочит. Давай посмотрим, что у вас там по опыту. Ну-ка. У тебя. Это понятно. Ты прокачанный. Хорошо. Секунду. Так, поехали дальше. Секундочку. Здесь должна быть коробка. Здесь по-любому должна быть где-то коробка спрятана быть. Нет? Да, вон вижу. Интересно. А опыт только вот не будет. И тому волку, на котором я сижу. Скорее всего, да. Кстати, здесь очень классные вот эти все заметки. Правда, все на английском. Я, конечно, могу перевести, но это реально очень долго. На самом деле уже существует, если не ошибаюсь, переводы. То есть нужно просто, ну, там, можно погуглить, они все есть. Эх, мне бы какого-нибудь достойного соперника. Я вот сейчас, знаете, о ком думаю? А почему бы нам не пойти на волках забить горного элементаря, который там рядом с нашим домом? Или каменного голема? Я их все время путаю, так что не обращать внимания. Итак, мы почти на месте. Одну секундочку. Прям одну секундочку. Тебе урон. Всем, 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 всем быстренько прокачиваем урон. Тебе. Валькирия. Кстати, тот волк, на котором мы едем, я ему вкачал 12 тысяч процентов урона. Что-то он самый сильный сейчас получается. И тебе тоже урон. Так, хорошо. Где-то прямо здесь был горный элементарь, как я помню. Прямо где-то здесь он был, если не ошибаюсь. Где-то, где-то рядышком. Как раз мы его находили. Если не ошибаюсь, может быть где-то там чуть ниже, что ли? Ты что, застрял, что ли? А вот и он. А вот и он. Выковыриваем волка. Зараза. Выковыриваем волка. Давай, давай, давай. Быстрее, 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 быстрее. Валим его. Сейчас, давайте воем. Нет? Еще не воем? Тогда просто валим. Вот это урон 832. Горный элементарь, да. Горный элементарь забит. Великолепно. Но все же волки справились с горным элементарем. А если бы еще и баф был, там просто они потратили его чуть раньше. Было бы еще круче. Так я пол битвы выковыривал волка из камня. Зараза. Неплохо. И нефть с него собирается. Совершенно про это забыл. Волчонок получился очень дерзким. Вот здесь, если не ошибаюсь, он был. Но, видимо, он уже туда переместился. А вот жалко, что такого бафа нет у тирексов. Потому что, представляете, такие тирексы, типа, в десятером рыкнули. Баф на себя наложили. Пошли все крушить. Но зато есть ютираносы. И можно ютираносы себе еще будет приручить. Самая большая проблема в альфачах, против которых нам придется сражаться, это то, что они бьют по области. И у волков не так много здоровья. Но, в принципе, здоровье можно будет прокачать. 14 тысяч. Ну, в принципе, да. Здоровье можно будет вкачать тоже. То есть не только урон. Давайте отведем волков домой. Ну, в принципе, база так со стороны пока что смотрится странновато. Потому что я вот эту правую часть абсолютно не достраивал. Она должна быть гораздо более массивной. Но пока что там только... Пока что только теплица. И на теплицу ушло достаточно времени. Дверь открывается. Все сюда заходим. Но на этом этот выпуск давайте завершим. Я надеюсь, что он вам понравился. Сегодня приручили с вами текрекса. Сегодня приручили себе самочку волка. Поскрещивали волков, поворачивали волков. Правда, не получилось. 100% привязанности. Но я думаю, что в будущем получится. Также отбили волну. До следующей волны осталось, я думаю, совсем чуть-чуть. Если не ошибаюсь, может быть, минут 15-20. Но пройдем ее уже в следующем выпуске. Ничего страшного. Да, там осталось 13 минуток. А на этом все. Если вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Если вы здесь впервые, не забывайте подписываться, чтобы не пропускать на выпуски по этой игре. А даже другим играм удачи. Друзья, пока. Увидимся в следующем выпуске. Субтитры сделал DimaTorzok